Врачи-стопа, это клинический психолог Арсений Гуричев. Я вас приветствую, друзья. Мы часто обсуждаем в медицине проблему этиологии, причинности. И на этот вопрос можно посмотреть с разных сторон. Можно рассматривать и искать причины в нарушении физиологии. Проверять уровень гормонов, проверять характеристики крови, мочи, разных экскрементов, минеральный состав, PH, другие показатели. Пытаться найти там какое-то отклонение и им объяснить происходящее. Скажем так, такая медицинская модель. Можно пойти другим путем. И искать некое отклонение от обмена, от физиологии самой ткани. И это будет очень остеопатически. Мы можем смотреть дыхание органа или этой ткани. Его так называемую мотильность, витальность, характеристики жизненности. При том, что по анализам все может быть хорошо, а на самом деле все может быть очень плохо. Но оно еще не имеет выраженного лабораторного отклонения. Такие причины можно назвать остеопатическими. Не потому, что остеопатия их вызывает, а потому, что мы ищем их остеопатическим методом. Следующая группа причин, она может выходить еще в более тонкие слои. Это будет нарушение мышления. Нарушение на уровне эмоциональной сферы, которое может соматизироваться и вызвать симптом. Есть ли у вас такие знакомые, у которых перед экзаменом понос? Или которые от какого-то известия сильно краснеют? У них выраженная агитативная реакция. Вот те примеры, когда вызываемый симптом имеет источник в психике и соматизируется. Но можно выйти еще на более тонкий уровень. Это будет уровень духа. Если весь этот раздел жизни вы вообще не признаете никакую духовность, тогда можно выходить на уровень биологии, биологии рода. Например, так. И там тоже могут быть причины. Потому что то, что происходит сегодня с нами, очевидно имело какой-то источник в прошлом. И многие люди несут на себе этот знак, эту стигму своего рода. Тех ошибок, что были там сделаны кем-то до нас. Тех возможных злодеяний, из-за которых приходится нам расплачиваться. Или тот, кто был до нас, не стал решать свою проблему. Он ее передал дальше, как горячую картошку. И такие причины можно назвать духовными. А можно назвать биологическими. Или родовыми. Вот все эти причины, четыре группы, они встречаются, в частности, в гинекологии. В разделе, который рассматривает невозможность зачать или вынести. Семь лет я отработал в женской консультации. И могу сказать, что женщины, которые считались бесплодными, при выходе из поиска медицинских причин, находили решение. Потому что оно находилось за рамками медицины. Либо в ее психике, либо в ее функции, определяемой пальпаторно-остеопатически. Либо это была проблема рода, или проблема духа. И вот этот более широкий взгляд, он и давал выход из этой ситуации. И они зачинали ребенка и вынашивали его. Решение найдется.